Сотрудники Рязанской аэрологической станции одновременно со своими коллегами в сотнях странах мира ежедневно запускают под облака белые шары. Высокочувствительные приборы фиксируют температуру и уровень влажности и передают на Землю данные, которые затем используются при составлении прогноза погоды. Метеология – это до высоты двух метров. А вот то, что выше, это уже аэрология. Аэрология занимается наблюдением состояния атмосферы от поверхности Земли до высот, в нашем случае это порядка 30-35 километров. Это у нас максимальная высота. Владимир Васильевич работает на станции уже более 30 лет. С легкой руки его коллег. Радиозонд отправляется каждый день бороздить просторы Вселенной. Сейчас к запуску радиозонда все готово. Шар накачан водородом. К нему привязана небольшая коробочка, так называемая мини-метеостанция. Сигнал дан, можно запускать. Хороший прогноз, как точный диагноз. С помощью и такого радиозонда мы узнаем атмосферное давление, скорость и порывы ветра, а также температуру и влажность воздуха. Уже через минуту зонд поднимается выше трасс пассажирских самолетов. Шар летит со скоростью 300 метров в минуту. А где же он разорвется? Где он лопнет? В высоте 30 километров. А куда упадет? Докуда летит, докуда и упадет. Он достигает высоты примерно 40 километров над землей и взрывается. Затем падает на землю. Его полет длится примерно два часа. В это время на станции аэрологи внимательно всматриваются в графике на экранах мониторов. Вот это для авиации важно, потому что на земле направление было 140, а уже на одном километре 190. Для тех, кто высоко летает и долго, они могут выбирать эшелон, если им это позволит, и экономить горючее. Что если они, есть разница по ветру лететь и против ветра лететь. То есть они, в принципе, если им разрешат, могут подобрать, чтобы сэкономить горючее. Точно такие же манипуляции в эти минуты проводят аэрологи в 750 обсерваториях мира. Все радиозонды запускают дважды в сутки, в 14.30 дня и в 23.30 вечера по московскому времени. Старт происходит при любой погоде. В России таких станций всего 100, в Рязанской области – одна.